Такое возражение, которое люди говорят, у меня нет денег, я вот собрала там что-то покупать, но сейчас они нужны, это очень дорого с вами, так сказать, вести дела, деньги не заработаешь много, что скрывается за всем за этим? Потому что люди прекрасно понимают, что самое главное и основное для людей деньги. И чем быстрее человек вам скажет, что у меня нет денег, тем быстрее вы его отпустите. Ну нет денег, ну какие могут, вы же не будете разбираться, почему у них нет денег, зачем у них нет денег и так далее. Вот этот страх, он сидит абсолютно в каждом человеке, поэтому это наиболее частое возражение, что у меня нет денег, неважно по какой причине. Вот этот страх, который требует от них выложить какую-то сумму денег, даже если вы уже все ему рассказали, и он видит огромные там цифры, они его не соблазняют. Потому что когда это еще будет, и будет ли? А деньги нужно отдать сейчас и сегодня. И он не знает историю, наверное, своих денег, или не знает, как быстро он их отработает. И вот здесь, когда человек говорит, у меня нет денег, я всегда говорю, ну это не суть, важно сейчас. Важно понять, что вы можете здесь заработать большие деньги. И естественно, вы приводите какой-то пример, но я чаще всего, допустим, свой собственный пример говорю, о том, что я пришла вообще без денег, занимала деньги, крутилась. Но дело в том, что то, что вы приходите, это готовый бизнес, который не надо начинать с ноля. Да, это готовый бизнес. Вы просто получаете сразу все готовое. Вам не надо думать, что это за продукт, какой это продукт. Он уже зарекомендовал себя. И вы можете миллионы там ответов прочитать, пожелания и так далее. В интернете, везде. То есть человеку нужно преодолеть этот страх. И поэтому здесь, когда он говорит, у меня нет денег, разговор вы должны вести о какой-то пример и о том, что работает очень много людей. И что никто сюда не пришел с огромными деньгами. Поэтому все люди, которые начинают, они все не имеют деньги, вы не исключение. Понимаете? То есть, чтобы этот вопрос как-то был приглушен, приглушен, скажем так, все равно до конца, вы этот вопрос не можете отработать на одном единственном ответе. То есть, вот у меня нет денег, вы ответили, и он все понял. Ничего подобного. Дайте ему понять, объяснить, что вы, ваша цель, не взять у него деньги. А ваша цель, если вы решили работать, сначала ознакомиться со всем с этим. Потом объяснить это все. Потом можете подарить ему каталог продукции, если он подписывает контракт и так далее. То есть, ваш ответ это дать понять, что вы не пришли его забрать, у него эти деньги. Что вы получаете на эти деньги определенный продукт. Я готов вам помогать, я готов вам объяснять, я готов вас обучать. Это мое основное занятие. И вопрос, у меня нет денег, он уходит на второй план. Если вы ему это интересно, толково все сможете объяснить. Так, начинается. Это одно возражение. Давайте просто мы несколько штук разберем. Второе возражение. Говорит, ой, вы знаете, мне заниматься этим некогда, я много работаю. Я занят, у вас быстро не заработаешь. За ним скрывается страх потерять время. Поэтому отношения к сетевому бизнесу в окружающем мире чаще всего негативны. Чаще всего. Почему? Потому что люди, сетевики всегда говорят между собой и везде все о каком-то негативе. И это люди слышат, которые, как говорится, и не участвуют в этом. И потерянное время, человеку его жаль. Он не уверен в том, что он может чего-нибудь добиться. Поэтому, кто вам сказал, что он должен к вам прийти абсолютно уверенным во всем? Вот. Объясните человеку, как можно работать. Если вы, допустим, боитесь оставить основную работу.